Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты. Прошла неделя, когда мы продолжаем находиться в режиме самоизоляции. За эту неделю в Челябинской области обнаружено всего 42 инфицированных, это нарастающим итогом. В Челябинске 10 человек. Я думаю, что это очень неплохой результат. Для того, каким образом осуществляется режим борьбы с коронавирусом в Челябинской области, могу сказать, что в Южноуральском государственном университете инфицированных коронавирусом нет. Мы на этой неделе, на прошедшей неделе полностью зашли в режим дистанционного образования. Абсолютное большинство преподавателей и сотрудников не посещают университет. Ведется работа в дистанционном режиме, и в этом плане, я считаю, основное это сохранять максимально режим самоизоляции. В университете пропуска на вход в университет подписываются только одним человеком, ректором, и это позволяет надеяться на то, что лишних людей в университете не будет в этот период, и это очень важно. Я должен сказать, что в прошедшей неделе мы провели ученый совет в режиме дистанционном. В аудитории был только ректор и два проректора, все остальное транслировалось по интернету. И технология позволила реализовать вот это обсуждение тех принципиальных вопросов, которыми занимался университет. Это работа эспирантуры и бальной рейтингной системой достаточно качественно и успешно. Не было вообще никаких сбоев. И я должен сказать, что университет готов к работе в дистанционном режиме. Мы в течение длительного времени развивали эти технологии. И сегодня у нас имеют место некоторые особенности в третьей паре, когда 4,5 тысячи студентов одновременно подключаются к своим преподавателям. И в этом случае есть некий сбой в работе нашей системы. А во всем остальном, значит, все работает очень качественно. И в ближайший день-два мы решим вопрос и с третьей парой настроим работу таким образом, чтобы сбоев в дистанционном образовании в университете не было. Еще очень важная составляющая нашей деятельности. Мы должны соблюдать чистоту. Мы моем, дистанцируем два раза в день наше общежитие. Мы сшили 3,5 тысячи многоразовых масок и передали их всем сотрудникам, которые задействованы и будут задействованы в контактах с студентами, сотрудниками университета. И продолжаем строить наше общежитие. Я хочу поблагодарить здесь наших подрядчиков, компанию «Альфастрой», которые, несмотря на вот эту историю с коронавирусом, продолжают строительство. И сроки сдачи нашего нового общежития — это конец мая этого года. Общежитие получается очень хорошим. Я думаю, что у нас в ближайшей и среднесрочной перспективе не будет проблем с тем, чтобы приглашать на учебу в университет студентов из других городов, других стран в наш университет. Еще очень важная составляющая, которой мы считаем и занимались за прошлую неделю, — это правильная организация качества дистанционного образования. Мы работали над стандартом университета, и в конце недели мы опубликовали стандарт университета по ведению дистанционных образовательных курсов. Назвали мы его регламент, и этот регламент ориентирует на лекции, которые мы должны давать в дистанционном формате практические занятия и семинары. Основная часть и основная задача этого стандарта — это обеспечить связь между преподавателем и студентом в процессе чтения лекций и, соответственно, семинаров и практических занятий. Здесь я могу сказать, что опять наша система позволяет информационно это делать, и мы закрепили в нашем стандарте о том, что обязательно должен быть голос преподавателя, возможно, его видео, хотя лучше видео не использовать, а использовать только голос. Это позволяет более качественно подключать большое количество студентов к своим курсам. И очень важной составляющей является обратная связь. Мы прописали в нашем стандарте, что в процессе преподавания обязательно должен быть опрос, обязательно должны быть контрольные вопросы. То есть тем самым, я думаю, что мы даже в масштабах университета улучшим качество преподавания тех курсов, которые у нас сейчас находятся на дистанционном формате образования. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы, если этот карантин у нас и самоизоляция продлится, обеспечить прием государственных экзаменов в режиме дистанционного образования и защиту дипломных проектов также в этом режиме. В принципе, наша информационная система позволяет это делать. Сейчас мы рассматриваем методические вопросы, связанные с этим. Я бы хотел отметить так же, что у нас улучшилась посещаемость наших занятий в дистанционном формате. Видимо, не нужно ездить из разных концов города и приезжать в университет. Это является положительным фактором. Я хотел бы, чтобы этот фактор был долговременным. Мы понимаем, что сегодня студенты являются самой незащищенной категорией нашего университета. Мы подготовили 40 рабочих мест для студентов, для работы в нашем университете. Они, свои вакансии есть в общежитиях, о них можно узнать. Еще один интересный факт. У нас в течение года работало 5 студенческих бригад на ремонте комнат нашего студенческого общежития. Сейчас свободных комнат гораздо больше. И если появится желание, мы можем увеличить количество студенческих бригад для того, чтобы обеспечить этот фронт работы для студентов. И тем самым дать возможность их материальной поддержки. Мы продолжаем поддерживать контакты с зарубежными университетами. В течение прошлой недели мы готовили материалы для двух китайских университетов. Там возобновилась работа в Китае, возобновилась работа и международное сотрудничество для того, чтобы зайти во взаимные программы по бакалавриату под поддержкой правительства Китайской Народной Республики. С двумя университетами Китая, Аэрокосмическим университетом и Юго-Западным университетом Китая мы такие программы готовим. Я должен сказать, что у нас с китайскими университетами в эту неделю, особенно после того, как в Китае они победили эту эпидемию, интенсифицировались контакты. Мы получили ряд писем от ректоров китайских университетов, которые благодарят нас за сотрудничество. И то, как мы отнеслись к студентам, особенно к китайским студентам, в первую очередь, в первое время вот этой эпидемии, безусловно, является правильным, потому что мы должны максимально помочь нашим студентам в это тяжелое время правильно вести образовательный процесс. Я должен сказать, что мы получили письмо из Гидротехнического университета Китая, который также выражает нам поддержку и моральную, и он отправляет нам посылку масок, индивидуальных масок для нашего университета. Вот, коллеги, в трудную минуту нужно в нашей системе друг к другу относиться именно так. Мы работаем с национальными диаспорами в нашем городе, и, общаясь с ними, мы также видим ситуацию, которая есть с иностранными студентами, которые пришли в наш университет. И очень важно, чтобы вот этот период, он был, с одной стороны, более-менее комфортным, с другой стороны, полезным. С этой точки зрения я хотел бы обратить внимание на то, что мы в общежитиях делаем целый ряд материалов, целый ряд мероприятий по изучению русского языка. Это просмотр фильма на русском языке и обсуждение, это кулинарные конкурсы с обсуждением на русском языке, это еще ряд мер, это общение в сетях на русском языке. Это все, это программы, которые позволяют изучать русский язык. Я бы хотел обратиться к нашим дорогим иностранным студентам, чтобы использовать вот эту возможность для того, чтобы лучше изучить русский язык. Потому что это инструмент, это инструмент вашего дальнейшего профессионального роста, это конкурентное преимущество, потом хорошее знание русского языка в вашей работе, когда вы вернетесь в ваши страны. Ну и в заключении я хотел бы обратиться и к преподавателям университета, и к студентам университета, и к сотрудникам университета, что сегодня самое главное — это уменьшить контакты между людьми, реальные контакты между людьми для того, чтобы помогать нашему правительству, администрации нашего города, нам всем самим скорейшей борьбы с этой эпидемией. И студентам общежития я хочу пожелать еще раз максимально использовать эту возможность для изучения русского языка. Это будет очень полезно. Всего вам хорошего. Будьте здоровы.